Видео уроки фотошопа Итак, давайте рассмотрим, как это делается Итак, в первую очередь нам с вами необходимо отделить объект распада, или в моем случае это будет девушку, от фона Итак, так как у меня на данном снимке фон довольно контрастный, я воспользуюсь для выделения инструментом быстрое выделение Вы можете использовать любой другой удобный инструмент, например перо, либо волшебную палочку Все зависит от ваших предпочтений Итак, я буду выделять, повторюсь при помощи быстрого выделения Таким вот образом выделяю основной контур Так И также здесь Таким вот образом И подредактирую участки, которые не должны попасть Здесь и здесь Вот таким образом И еще вот эта часть у меня не попала Также ее добавляем Так, отлично, основной контур у нас с вами намечен Давайте теперь перейдем в пункт выделения Уточнить край И посмотрим здесь на контуры нашего выделения Если где-то что-то неровно При помощи кисти мы проходимся вот таким вот образом Чтобы их восстановить Как видите, там где я прохожусь кистью Контуры становятся более мягкими Таким образом И также аккуратненько здесь Так И вот этот участок Отлично Нажимаем клавишу ОК У нас с вами загрузилось наше выделение Нажимаем теперь комбинацию Ctrl-C Чтобы скопировать И создаем наш новый документ Давайте поставим для него Ширину примерно 1500 пикселей И высоту поставим 1000 пикселей Нажимаем клавишу ОК Так И вставляем модель на наш новый фон Нажимаем Ctrl-V Так, как видите она у нас очень большая Уменьшаем при помощи свободного трансформирования Ctrl-T размер Вот таким вот образом Зажимаем клавишу Shift Чтобы пропорции у нас с вами не искажались Так И примерно Такой вот размер оставляем Можно чуть побольше взять Давайте вот оставим так И также нам с вами необходимо Немножечко сделать поинтереснее фон Для этого я воспользуюсь корректирующим слоем Градиент Выбираем его Стиль для него давайте сразу поставим радиальный И выберем два каких-нибудь цвета Так Возьмем к примеру первый цвет какой-нибудь бежевый К примеру вот такой И второй цвет давайте возьмем Какой-нибудь холодный Пускай будет вот такой вот Темно-синий Нажимаем клавишу OK И немножечко сдвинем градиент То место где у нас стоит модель Масштаб давайте увеличим Поставим примерно 150 пикселей Или где-нибудь 130 пикселей Вот так Поставим дезеринг Чтобы переход был более мягким И нажимаем клавишу OK Модель поднимем наверх Так И давайте еще немножечко сдвинем градиент К этому краю Вот таким образом Нажимаем клавишу OK И продолжаем Для получения нужного нам эффекта Нам необходимо продублировать Данный слой с моделью Давайте сразу это сделаем Нажимаем Ctrl J И получаем дубликат И также давайте Сразу установим кисти Которые идут у вас Вместе с данным уроком Вы можете их скачать внизу Они нам также с вами понадобятся Для создания нужного нам эффекта Итак Они у меня уже установлены Поэтому я Это делать сейчас не буду Так Пока что отключим верхний слой И перейдем На нижний слой с моделью Переходим теперь в пункт фильтр И выбираем здесь пластику При помощи данного инструмента Нам необходимо Немножечко исказить Правую часть На которой мы как раз и будем Делать эффект распада Размер для кисти у меня Стоит в данном случае на 200 Плотность 100 Нажим кисти 70 И начинаем аккуратно Вот таким вот образом Деформировать Наше изображение Только правую его часть Вот таким образом Размываем Так Также платье И вот здесь Так Ну я думаю достаточно У нас должна Получиться вот такая вот Клякса справа Нажимаем здесь клавишу ОК И добавляем данному слою маску Щелкаем вот сюда Заливаем данную маску черным цветом Выбираем на палитре черный цвет И нажимаем Аль Дел Так Включаем теперь верхний слой Слой где у нас модель находится в нормальном состоянии И добавляем уже к данному слою также маску И уже будем работать с ним Теперь выбираем на палитре инструмент кисть И выбираем для нее черный цвет Также убедитесь что у вас Стоит включенная маска данного слоя И мы начинаем теперь рисовать Различные мазочки На теле девушки Начинаем Например с рук Добавляем здесь Вот такие вот кляксы Чтобы у нас Получился такой вот реалистичный Эффект Краспада Так Можно выбирать различные кисти Из набора Какие в вашей душе угодно Ставить мазочки там где хотите Таким вот образом Давайте теперь возьмем Какие нибудь другие кисти И пройдемся уже ими Так Также здесь Выбираем еще какие нибудь Проходим все уже имя Так Другие варианты У нас должны получиться Вот такие вот рваные края С правой части Нашего изображения Так Давайте еще Возьмем вот эти кисти И уже будем переходить К следующему шагу Так Вот таким вот образом Также проработаем границы Чтобы они были Не такие заметные Вот таким образом Оставляем И теперь будем работать Уже с нижним слоем Также работать будем По маске Но в этот раз возьмем Белый цвет на палитре И точно теми же кистями Будем накладывать Уже мазочки В правой части Давайте начнем Начинаем Добавлять мазочки Здесь и здесь Как видите у нас сразу Получается вот такой вот Интересный результат Добавляем дальше Теперь переходим Здесь Добавляем Тут Вот таким вот образом Теперь здесь Старайтесь делать Мазочки покучнее Чем ближе к модели И чем дальше они находятся Их нужно немножечко рассеять Вот таким вот образом Так Ну вот в принципе Вполне Неплохой результат У нас Сейчас получился Как видите Ну что ж Вот это в принципе И есть суть данного эффекта В принципе Как видите Ничего сложного Всего лишь Два слоя Которые вам понадобятся Для работы И кисти Вот с такими вот брызгами Надоело быть чайником В фотошопе Получите бесплатный Базовый курс Фотошоп Античайник Жмите на кнопку Получить курс Фотошоп 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 Фотошоп